Со стороны кажется, по-настоящему любящий мужчина простит блондинке всё. Но если так думает, и она сама, жди катастрофы. Вот Бог, а вот порог. Наталья выкидывала вещи за дверь. Муж её предал, её, которую боготворил, баловал, которую так добивался. И так гордился, между прочим, по праву. Он ещё будет просить прощения, и она ещё подумает, простить или нет. Как актриса яркая, эффектная. Один её блонд, и вот эта вот красная нитка помады, которая её всегда выделяла везде. Борис Егоров был третьим в списке мужей классической киноблондинки Натальи Кустинской. Ей даже не пришлось перекрашиваться ради соответствия этому статусу. Она такой родилась и знала себе цену. Как-то могут муж и жена спать отдельно. Ты бы хотел со мной спать отдельно. Такое удовольствие просто лежать вместе. Глотая слёзы обиды, Наталья перебирала в памяти истории прежних замужеств. Может, то, что происходит сейчас – наказание? Ради брака с Борисом она предала и бывшего мужа, и женскую дружбу. Хотя в любви каждый за себя. Блондинки, на самом деле, это такие тихие разведчицы, они такие резидентши в мужском стане и добиваются иногда, вот за счёт вот этого имиджа, очень многих вещей. Первым мужем стал Юрий Челюкин, далеко не последний в табеле о рангах советской кинорежиссуры. Правда, ролей в своих фильмах он ей не предлагал, а в «Девчатах» и вовсе отказался снимать наотрез. Воскликнул в сердцах «Да какая из тебя повариха!» И роль Тоси в результате прославила Надежду Румянцеву. Она была достаточно самоуверенной особой. Ей каждый день рассказывали про её неземную красоту. Уверенность в том, что у неё всё всегда будет зашибись. Придавал ей определённого легкомыслия. Оскорблённая Кустинская, которая вообще-то и не планировала гореть на работе, начала искать мужу замену. Но Юрий её опередил. Та другая пусть и не была советским секс-символом, но зато не скандалила, не пилила и поднаторела в борщах. Природа их создала для украшения нашей жизни. Кустинская тоже так думала. Киноблондинка и борщ – вещи несовместимые. Быстро нашла нового мужа – Олега Волкова, сотрудника Министерства внешней торговли СССР. Роскошные наряды, поездки за границу, домработница – всё, о чём мечталась. На съёмках началась дружба с Натальей Фатеевой. И быстро закончилась. Как только Кустинская сыграла на рояле в компании её мужа космонавта Бориса Егорова. Покоритель космоса – это даже круче, чем карьерный дипломат. Вскоре Кустинская увела Егорову у подруги и женила на себе. Вот она, сила блондинки, которой мужчины не могут противопоставить практически ничего. Женский вкус сильно отличается от мужского. Если по мне выбирать из двух, то, конечно, Фатеева – красавица, а это так хорошенькая, старолетка такая. А та красавица, правда, была. Но мужчины любят… Некоторые любят погорячее. На несчастье бывшей подруги долгого счастья построить не удалось. Егоров тоже считал, что любовь вне морали. Нашёл красавицу помоложе и объявил о разводе. Предательство вернулось к киноблондинке бумерангом. Но она и дальше исправно продолжала выходить замуж. Только мужья теперь шли по нисходящей. От учёного-академика до алкоголика. А напоследок – мошенник, как утверждали знакомые. О которой говорили «Ой, он аферист, ему нужна твоя квартира. Потеряешь квартиру, окажешься на улице, будешь бомжевать». До этого чудом не дошло. Актриса умерла в полном одиночестве, так и не поняв банальной истины. Чтобы украсить жизнь мужчины, недостаточно быть сексуальной блондинкой. Надо уметь любить кого-то, кроме себя. В отличие от Натальи Кустинской, блондинка Алла Ларионова мужей по имущественному признаку не выбирала. Она просто всё время ошибалась в мужчинах и расплачивалась за это. «Предлагаете устроиться в поломойке? Берите выше!» Алла Ларионова встала в позу. «Я, знаете ли, стану содержанкой!» «Да ладно! Кого она пытается обмануть?» Актриса, которая ещё секунду назад вымученно улыбалась, расплакалась на взрыд прямо у входа в здание Мосфильма. Ей только что сообщили. По всем киностудиям страны разослана директива. Актрису Аллу Ларионову не снимать. Даже в эпизодах. Она была очень красивой. И главное, что эта красота была, понимаете, такая... Ну, как сказать, она тебя не унижала, вот тебя лично. Потому что ты такой красивый человек, как она. Голубые глаза, пухлые губы и светлые волосы в крупный завиток. Свою первую главную роль в кино Ларионова получила ещё студенткой. В фильме «Садко». И сразу прославилась. Не любишь ты меня. Больше света белого люблю. Картина оказалась не просто успешной. Прогремела на весь мир. Съёмочную группу пригласили на фестиваль в Италию. Солнце Венеции в волосах у советского ангела по имени Алла рассыпалась в комплиментах зарубежная пресса. Её светлые волосы, по мнению европейцев, сугубо славянские, стали притчей во языцах. Садко. Конечно, все были в неё влюблены. Конечно, у неё было много поклонников. Одним из самых настойчивых поклонников таланта Ларионовой стал Чарли Чаплин. Пообещал главную роль во всех своих будущих картинах. Мой график съёмок расписан на годы вперёд. Ответ, подсказанный Алле компетентными товарищами, звучал правдоподобно. Целуя ручки Ларионовой, король Голливуда обещал ждать столько, сколько понадобится. О, я так польщена, ваше христианство. Брэлэ. Брэлэ. Ларионова тогда действительно была занята на съёмках. В фильме «Анна на шее» она играла в дуэте с самим Александром Вертинским. Это останется в истории кинематографа. И возвращение из эмиграции Вертинского, и потрясающие их сцены. Поговаривали, что Шансанье был влюблён настолько, что мог упасть на колени, когда киноблондинка входила под свет софитов. У него был потрясающий вкус, если он в кого-то влюблялся, даже на экране. Это всегда было видно. Он партнёр очень тонкий. Он очень чувствовал природу женщины. Как я завидую этим цветам! Слухов вообще хватало. В том числе и довольно экзотических. Однажды она ехала за рулём, и её останавливает гаишник. И она говорит, в чём дело, я что, нарушила что-то? Алла Дмитриевна, мы поспорили здесь, мне сказали, что у вас кривые ноги. Она говорит, да, у меня кривые ноги. Вышла из машины, так подняла юбку. У неё идеальные, прямые, красивые, длинные были ноги. Он говорит, вот люди какие, врут всё. Слухи карьеру актрисы в итоге и погубили. Поклонники, которые дежурили у подъезда и подсматривали в окно, крайне досаждали соседям. Жильцы написали жалобу в Министерство культуры. Оно попало на стол министру, Георгию Александрову. С актрисой, наделавшись только шума, он решил познакомиться лично. И приехал на съёмочную площадку фильма «Двенадцатая ночь» под благовидным предлогом, чтобы пригласить Ларионову на банкет для творческой элиты. Есть мудрый смысл в дурачестве таком. А умные часто ходят дураком. Это невинное приглашение оказалось роковым. Александрова давно планировали снять с должности, но не хватало повода. А тут слух о том, что министр завёл интрижку с актрисой. Чиновник лишился чина. А киностудии получили директиву. Приговор к карьере Аллы Ларионовой. Сейчас, может быть, проще в этом отношении, если продюсер сказал, я хочу. У него деньги, он за это платит. Понимаете, а тогда всё-таки был, решал режиссёр. В личной жизни тоже наступила чёрная полоса. Ларионова сказала «да» не тому мужчине. Переверзев. Ну, любовь, как говорится, была большая. Они поехали в Ленинград. И в одном вагоне, там, в одном купе. И такая страсть. Один из признанных красавцев советского кино, актёр Иван Переверзев, любил выпить. Мог поднять на женщину руку. И к тому же был женат. Тем не менее, вскоре Ларионова сообщила возлюбленному, что беременна. И ждала от мужчины, соответствующих её положению поступков. И даже вроде бы дождалась. Переверзев развёлся. Но с предложением не спешил. Что если обманул? Как всякая уважающая себя блондинка, Ларионова нашла повод обследовать его паспорт. Он говорит, мне надо на два, на три дня уехать в дела в Москве. Ну, надо, надо. Но открыла. Оказывается, он летал в ЗАГС, чтобы расписаться. Оказалось, что Переверзев расписался с бывшей женой Надеждой Чередниченко повторно. Объяснил без затей. Они с женой тоже ждут ребёнка. Он свой выбор сделал. Алле предстоит сделать свой. Но киноблондинка не зря была сказочной красавицей. Ситуация разрешилась самым волшебным образом. Рыбников поступил как рыцарь. Он просто не то, что даже прикрыл эту историю, а он очень благородно сказал, ну и что. Он так её любил. Она была для него дороже всего на свете. Николай Рыбников, бывший однокурсник и давний поклонник, узнал о случившемся от общих знакомых. Бросил съёмочную площадку фильма «Высота» и помчался делать предложение. Не первое по счёту. Иларионова, которая прежде неизменно отказывала поклоннику, на этот раз решительно сказала «да». Он своё дождался. Как Алла говорила, что где бы я ни была, куда бы я ни уезжала, на какие гастроли бы я ни ездила, в какой бы гостинице ни останавливался, он везде меня доставал. В телеграмме «Алик, Аллуся, я тебя люблю, я тебя жду, мы должны быть вместе». Они были неразлучны до самой смерти Рыбникова. Я видел их, когда уже оба угасали. Вот это меня потрясло. Два пожилых человека, он уже с Лысиной, она уже в парике. Они шли вдвоём и поддерживали друг друга, не обращая внимания на тусовку, на то, что их кто-то фотографирует. Когда вот всё прошлое схлынуло, и романы, и увлечения, и другие связи, они стали нужны только друг другу. А вот кинокарьера эффектной киноблондинки так и не сложилась. Хотя злополучная директива и была отозвана личным распоряжением нового министра культуры, которому актриса написала письмо с просьбой разобраться в ситуации. Запрет отменили, но, как говорят в подобных случаях, осадочек остался. Оливия в «Двенадцатой ночи» оказалась последней главной ролью в фильмографии Аллы Ларионовой. Если бы она выбрала не Рыбникова, а режиссёра, конечно бы он её продолжал снимать, как было с Касаткиной, как было, скажем, с Чуриковой. Когда есть муж и режиссёр, всегда выстраивается судьба. Может быть, в какие-то бессонные ночи ей казалось, что чего-то она не успела или чего-то недополучила. Но когда вот уже жизнь прошла, и уже было понятно, что осталось совсем немного, по-моему, она была бы довольна. Ну что ж, любой выбор достоин уважения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова